Сегодня мы читаем первую книгу царств 30-31 главы, это заключительные главы первой книги царств. Давид не живет со своим народом, потому что Саул все-таки пытается как-то покончить с Давидом. И Давид принимает решение присоединиться к филистимским народам. И вот Анхус — это один из князей этого народа, который очень на протяжении года зауважал Давида. И событие так разворачивается, что вот эти филистимские князья объединяются для того, чтобы идти войной на Израиль. Ну и Давид, как верный друг этого Анхуса, говорит, я пойду с тобой. Князья, конечно, говорят, а нет, он еврей, как он пойдет еврей на евреев. И потому ему запрещают идти вместе с ними в этот военный поход. И Давид со своими людьми возвращается обратно в город Секилак, в котором они жили, и находит этот город полностью разграблен, нет ни одной живой души. Нету его близких, нету его жен, нету животных, все уведено в плен. И реакция Давида интересная, 7 и 8 стих. «Давид укрепился надеждою на Господа», написано в 7, и 8 стих. «И вопросил Давид Господа, спрашивает, идти мне или нет?» И Бог говорит, иди. И Давид со своими людьми 600 человек идут, догоняют этих разбойников. 200 из этих 600 людей не могут идти дальше, очень сильно устают, и остаются ожидать их там на месте. И эти 400 догоняют дальше. Все-таки догоняют их, отбирают то, что они награбили, поражают их, убивают, и забирают то, что у них еще было, еще больше забирают себе. И потом они возвращаются к себе уже домой. И вот те люди, которые были с Давидом, из тех 400, говорят, «Давайте мы не будем делиться с теми людьми, потому что они же не ходили с нами на войну». А Давид говорит, нет, не должно быть. Мы вместе, мы едины, и потому мы поделимся. И он принимает решение, вот мы читаем, там, начиная с 22 стиха, 26 стих. «И послал из добычи к старейшинам Иудиным, друзьям своим». И так это стало правилом Давида, что, несмотря на то, что даже если кто-то не идет с ним на войну, он все равно из добычи должен поделиться с другими. И потому тут такой вывод. Какая бы трудная ситуация в жизни, два вывода, да. Какая бы трудная ситуация в жизни ни была, ну, во-первых, обращайся к Богу, как делал этот Давид. Прежде чем спросить у человека, спроси у Бога, есть такое правило хорошее. И второе, делись с друзьями. То есть обращайся к Богу и делись с друзьями.